Льву Буава 23 года. На сегодняшний день он работает в инспекции по налогам и сборам Галского района. В проекте участвует не первый раз и считает, что это хорошая возможность, чтобы проявить себя. Лев в этом конкурсе представил проект под названием «Цифровизация и электронный документооборот». В своем проекте рассматривал наиболее какие-то животрепещущие моменты, с которыми я столкнулся на протяжении своей рабочей практики. Так или иначе, это все связано с совершенствованием документооборота, чтобы оптимизировать большое количество процессов, повысить прозрачности и в целом повлиять на действия, на экономику нашей страны, на ее развитие дальнейшее. Проект Валерия Джинджоля посвящен развитию распространения базовых медицинских знаний, которые необходимы для повышения уровня здоровья населения и развитию менторства для школьников. Сотрудница представительства Россотрудничества в Абхазии Руслана Гиргидава представила проект по реализации молодежной политики к 2030 году. И я помню этот звонок, когда мне позвонили, сказали, Руслана, садитесь, вы победили. Это невероятные эмоции, это шквал чувств, за которые я вас благодарю и я их запомню надолго. Я надеюсь, что я буду достойна этой победы, я буду достойна представлять свою республику. И проект, который я защитила, я его обязательно реализую к 2030 году. В скором времени победители конкурса встретятся с министром иностранных дел Иннала Мардзенба, после чего будет определено место прохождения их стажировки или же прохождения образовательных курсов. Победители ждут повышения квалификации согласно их профильному направлению, а также по их усмотрению, это может быть прохождение образовательных курсов в ведущих учебных заведениях Российской Федерации. И что касается, в принципе, всех финалистов и участников данного конкурса, у каждого из них еще будет возможность проявить себя. Они, все эти ребята, автоматически становятся участниками платформы «Будущие Абхазии». Мы очень надеемся на наше дальнейшее сотрудничество и в реализации новых проектов. От лица министра иностранных дел участников конкурса поблагодарил начальник аппарата МИД Владимир Ачба. От лица министра иностранных дел хотел бы поблагодарить вас за участие в конкурсе, пожелать дальнейших успехов. Данный конкурс уже зарекомендовал себя как эффективная социальная платформа для продвижения молодых управленцев и специалистов нашей страны. Поэтому желаем вам дальнейших успехов, будем следить за вашим профессиональным развитием. Конкурс «Гордость Абхазии» проходил в три этапа в течение двух месяцев. На первом этапе молодые люди должны были подать видеоэссе и резюме. Затем они должны были пройти тестирование и собеседование с конкурсной комиссией. И на третьем этапе состоялась презентация собственного проекта. Очень хочется отметить, что на каждом этапе конкурса каждый из вас проявил себя максимально хорошо. И многие из вас на финальном этапе конкурса выбрали те темы, в которых они уже работают, в которых они свой потенциал уже развивают. Поэтому видно было, что вы владеете темой, знаете проблемы, про которые вы рассказывали, а самое главное – пути их решения. Я хочу обратиться к вам, вне зависимости от результатов, стали ли вы победителями конкурса или нет, чтобы вы не отчаивались, чтобы вы и дальше ставили цели, достигали их и не теряли тот энтузиазм, который есть в ваших глазах сейчас. Я думаю, что не только победители являются, простите за тавтологию, победителями, но все участники победителей, поскольку, так сказать, они, вот это само стремление, само желание, оно уже очень много значит. Люди готовились, люди там обновляли свои знания, погружались в соответствующие области развития, показали это на деле. Конкурс «Гордость Абхазии» проходит на базе социальной платформы «Будущее Абхазии», почетными председателями которого являются президент Абхазии Аслан Бжаня и министр иностранных дел Инал Ардзенба. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.